Телеканал СамарГиз совместно с ветеринарным центром ФлагманВет начал новый уникальный проект «Зоопатруль». Мы рассказываем о животных, попавших в непростые ситуации, и о людях, которые им помогают. Съемочная группа нашего телеканала вместе с ними выезжает и спасает четвероногих друзей. В Самаре есть люди, которые никогда не пройдут мимо кошки или собаки, если им нужна помощь. Бездомному животному не только дадут крышу над головой, но и окажут медицинскую помощь, проведут курс реабилитации и постараются найти новую семью. За 8 лет работы сотрудники центра ФлагманВет спасли тысячи животных, сотни приютили. Вот одна из таких историй. Жительница Самары Мария Аксенова – одна из тех, кто не пройдет мимо бездомного животного, если тому требуется помощь. Однажды по дороге на работу она услышала жалобный писк, который раздавался как будто из-под земли. Оказывается, там, когда подраскопали, там был швеллер, а это такая труба, она уходила далеко метра три в землю. И когда я туда заглянул, там были очень маленькие щенки, и они туда передом ушли, им назад было невозможно выбраться. Время шло на секунды, на минуты. Чтобы вытащить кутят, пришлось вызвать бригаду ловцов. Спасательная операция заняла около трех часов. После того, как щенков достали, их отправили в ветеринарную клинику на реабилитацию. Один из спасенных щенков уже нашел хозяев и уехал жить в семью. А у этого малыша пока даже нет имени. Сотрудники ветцентра специально не дают ему кличку. Они надеются, что найдутся люди, которые захотят забрать четвероногого друга домой и сами придумают ему имя. Такой страшненький растет. Чудной такой. У него сейчас период этот, как гадкий утенок. Кутенок пока не может похвастаться красивой внешностью, но это лишь потому, что он еще маленький. Лапы и уши только потому несуразные, что растут в первую очередь. Забрать с улицы щенков задача не в пример сложнее, чем отлов взрослых собак. Четвероногие мамы стараются спрятать свое потомство, чтобы беспомощных кутят никто не обидел. Зачастую новорожденные щенки оказываются в совершенно труднодоступных для человека местах. Приходится, конечно, применять какие-то особенные методики, где-то что-то разбирать, где-то ребятам приходится по несколько десятков метров ползти за ними, придумывают какие-то приспособления, чтобы их вытащить, вечно не попадают в какие-нибудь передряги. Но, безусловно, забрать с улицы мать и оставить новорожденных щенков недопустимо. Это жестоко по отношению к животному. Естественно, мы оставляем таким образом их на верную смерть. Здесь есть только два варианта. Либо не забирать маму, либо забирать всех вместе. По возможности, команда ловцов старается забрать и мать, и щенят. Для этого приходится обследовать подвалы, вскрывать бетонные перекрытия теплотрасс. Такой крапуз на ежик. Со щенками ловцы обращаются нежно. В приюте для матери с новорожденными кутятами стараются найти приближенные к домашним условия. В рамках большого приюта это сделать непросто. Но в будущем для спасенных щенков, а они бывают разного возраста, ветеринарный центр «Флагман Вет» планирует построить отдельный блок. Желающие стать хозяевами собаки могут связаться с сотрудниками ветеринарного центра «Флагман Вет» по телефону 8-917-817-39-19. Они расскажут и научат, как ухаживать за четвероногими друзьями. В рамках проекта «Зоопатруль» корреспонденты телеканала «Самара ГИС» вместе с волонтерами выезжают туда, где четвероногим друзьям человека требуется помощь. И показывают, как спасают животных. Стоит помнить, за жестокое обращение с братьями нашими меньшими грозит уголовная ответственность. Максимальный срок наказания составляет 5 лет лишения свободы.